Да, пожалуйста, говорите. Вы вот утверждаете, что Библия подверглась искажению и добавлению многих вещей. Но мой вопрос вот в чем. Бог знает все, так ведь? И они, католики, сами знают, что они не поклоняются идолам. Я понимаю, о чем вы, но Бог ведь знает, что они, то есть католики, поклоняются Богу. Но дело в том, что они как раз таки не поклоняются Богу. Например, католики поклоняются Марии, но Мария ведь не Бог, так ведь? А вы думаете, что они не поклоняются Богу? Думаю, что нет. Но я имею в виду, что, возможно, они чувствуют, что поклоняются Богу через людей или что-то подобное, как католики. Я вырос католиками, и они поклоняются через святых. И очевидно, что святые не являются Богом. И когда вы поклоняете святым, обращаете за той или иной помощью, то это широк. И в своем сердце они знают об этом, потому что, если вы взглянете... К примеру, какие первые две заповеди? Скажи, о сына Исраиля, ваш Бог один. Это первая заповедь, так? Вторая заповедь. Не поклоняйтесь идолам, так? Не сотвори себе кумира, какого бы то ни было, так? Если, к примеру, вы пойдете в любую католическую церковь, то первым делом, что вы там замечаете? Идолы, статуи, так ведь? Так вот, зная эти заповеди, и все же возводить себе идолов и поклоняться статуям Марии и Иисуса, и других святых, это неправильно. Но ведь Аллах послал для них это наставление. Посмотрите, сколько католиков сейчас ходят тут вокруг. Они видят нас, и если они хотят узнать истину, то могут изучать ее и так же, как и другие братья, которые были когда-то католиками, а теперь они мусульмане. Если они желают принять истину, поклонение одному Аллаху, одному Богу, одному Божеству, ни трем, ни двум, ни Марии, ни кому-либо еще, выбор за ними. Но если они выбирают продолжать поклоняться через идолов и тому подобное, то это уже широк. Вы объясняете очень хорошо. Спасибо. Я хочу спросить еще. Спрашивайте еще. В итоге, кому должен поклоняться человек? Конечно. Позвольте объяснить это так. Скажем, некто идет и совершает земной поклон перед идолом, к примеру, перед Марией, так? И начинает молить «О Мария! О Божья Матерь!» «Мать Небесная!» и так далее, как бы ни назвали. Этим они предают Богу сотоварища, так ведь? Но, возможно, они сами так не думают, но такова реальность. Приведу пример. Ну, скажем, кто-то пришел сюда, я же смотрю на него и начинаю колоть его ножом. Вы скажете мне «Что ты делаешь?» А я типа «Я думал, что им нужно избавиться от лишнего веса, вот и хотел помочь вам с этим». А вы, в свою очередь, можете сказать мне «Я не знаю, о чем ты там думал, но ты ткнул их ножом, и ты должен за это ответить». Поэтому, когда кто-либо совершает ширк, то есть поклоняется наряду с Аллахом чему-либо еще, осознанно, потому что они знают Ветхий Завет, они читают Библию и в Новом Завете, и они знают, что Бог один, и что нельзя никому поклоняться, кроме Него. Они знают, что Иисус тоже поклонялся Богу. Это все есть в Библии, так ведь? Я не слишком осведомлен содержимым Библии. Хорошо, хорошо, сейчас я покажу кое-что. Вот это Библия. Пролистаем немного назад. Вы читаете все это? Да. Итак, вот здесь в Библии. Давайте встанем немного вот так. Об Иисусе говорится, что Он немного отошел от них и пал ниц, и начал молиться, говоря, «Отец мой, если это возможно, то избавь меня от этой чаши, и не моя воля на то, а лишь твоя». Так? И первое здесь – это то, что Иисус, согласно им, то есть это не какая-то наша версия Библии, Он совершил земной поклон, обратившись лицом к земле, и помолился Богу. Да. Как бы Он ни обращался, Отец или Бог, так? Поэтому, когда католик, христианин, или свидетели Иеговы, или мормоны, когда они читают это, то им явно показывается, что тот, кому они поклоняются, он сам поклонялся Богу. Вы никогда не увидите, что Бог поклоняется Иисусу, так ведь? Вы также не видите, чтобы Святой Дух поклонялся Иисусу, или Иисус Святому Духу, или же, что Бог поклоняется Святому Духу. Но вы видите, что Иисус поклоняется Богу и просит Бога избавить Его от чаши. А что значит чаша? Чаша – это вся та боль от грехов, возложенная на Него. Христиане говорят, что Иисус пришел, чтобы умереть во искупление грехов. Но мы тут в Библии видим, как Иисус Сам молит Бога об избавлении Себя от боли, говоря при этом, что «на то не моя воля, а лишь Твоя». Поэтому христиане знают, что воля Бога превыше воли Иисуса. Так вот, зная все это, если они все же продолжают поклоняться Иисусу вместо одного Бога, Аллах дал им знамение, Аллах дал им время. Вы ведь смотрели мои видео? Очень хорошие видео. Хвала Всевышнему. Все эти христиане тоже смотрят эти видео. Некоторые из них стали мусульманами. Поэтому я и здесь. Хвала Всевышнему. Приятно видеть вас. Как вас зовут? Сэм. Очень приятно, Сэм. Еще один вопрос. Да, конечно, задавайте любой вопрос. Вы знаете, Тора, сыны Исраиля, богоизбранный народ. Ну, смотря что вы имеете в виду под богоизбранным народом. Ну, то, что Бог спас их. Да, конечно, Аллах благословил их и послал множество пророков из них. Но в исламе у нас нет концепции превосходства одного народа над другим. Аллах отправил пророков ко всем народам, так? Но Он облагодетельствовал сынов Исраиля многими благами. Мой вопрос вот в чем. У меня есть друг еврей. Он говорит, у нас есть книга, написанная Богом, Тора. Теперь получается, приходит Иисус и Библия, так? Окей. Почему нам нужно оставить Тору и принять Библию? Окей, прекрасный вопрос. Итак, Тора и вообще все рукописи Писания в оригинале, они не написаны Богом, они не спосланы Богом, Мусе, так? Я не думаю, что евреи верят, что Бог физически написал Писание. Они имеют в виду первые десять заповедей. Да, они были не спосланы Богом, я понимаю и согласен с этим. Но те Писания не сохранились у евреев в оригинале на сегодня. Потому что они потеряны. Любой еврейский историк скажет вам, что самые ранние библейские манускрипты, рукописи, я говорю о Ветхом Завете, который мы видим сегодня. Даже если посмотреть на свитки Мертвого моря, которые отличаются от тех, что у них в Ветхом Завете сегодня, они датируются примерно 200-м годом до Христа и так далее. Они далеки от времени Моисея. Вы же понимаете, о чем я? То есть эти Писания близки ко времени Иисуса, но не как ко времени Моисея. Поэтому те оригинальные рукописи времен Вавилона и народа Исраиля и далее, они все утеряны. И они воссоздали их из историй, народных сказаний, из того, что было на памяти людей. То есть определенный текст в Писании сохранился, но это уже не стопроцентный оригинал. Затем приходит Иисус, являющийся пророком, который показал им чудеса и знамения о том, что Он явился с новым откровением. И они знали, что явятся еще посланники. Они ожидали их. Когда Иисус пришел к ним с этим откровением, им следовало принять Его. И они были бы мусульманами. Учение Иисуса было на арамейском языке. Последователи Иисуса приняли Его учение, и они были мусульманами. Аварийоны, апостолы. Но, как мы знаем, когда христианство начало развиваться, как они называют христианство после Христа, в сторону Европы, они начали вносить изменения. Добавлять чего-то, начали писать, начали добавлять чего-то, начали писать Писание и приписывать его к Богу. И приписывать его Богу, зная, что это не было Писанием. Оно даже было написано не на языке Иисуса. Эти Писания были на койне греческом. Если вы взгляните на полные рукописи сотни лет спустя, то поймете, мы выпустили уже много видео об этом. Что происходит дальше? Аллах не спосылает последнее откровение Коран. Теперь все эти иудеи, христиане и все другие должны были видеть чудеса пророка, раскол луны пополам, вода из пальцев и множество других чудес. Так? Коран сам по себе чудо. Как человек, не способный читать и писать, мог произвести такую книгу? Вы же читали Коран? А, хорошо. Вот сейчас вот подумываю. Вот сегодня я дарю вам Коран. Читайте Коран и обратите внимание на красоту языка. Особенно если вы сможете взглянуть на арабский, что мы называем Балага, Нахью. Я изучил арабский язык, и чтобы понимать основные правила, мы обращаемся к Корану. Вы можете себе представить человека, не умеющего читать и писать, который приносит людям книгу, написанную настолько хорошо, что даже сегодня мы, изучая грамматику арабского языка, обращаемся к Корану с целью понять суть правил. К примеру, если вы видите разные мнения куфийцев или басрийцев, то есть разные школы учения в арабском языке, когда они желают прийти к единому мнению, то обращаются к Корану. Как мог неграмотный человек посреди пустыни произвести такую книгу, что ни один поэт арабского полуострова не мог ответить ей? «Аллах бросил им вызов». Но представьте это, это же удивительно. Затем иудеи и христиане, видя чудеса и знамения, как и многие из них делали, поступил Салман аль-Фарис, персидский человек. Он поклонялся огню. Потом стал иудеем, затем христианином. Прошел через все эти фазы. И все те раввины и священники рассказывали ему о признаках последнего пророка. И в поисках этого последнего пророка он пришел в Медину и нашел там пророка Мухаммада алей-иссалату ассалям. И увидев все те признаки на нем, он принял ислам. Теперь все другие люди из числа сподвижников пророка алей-иссалату ассалям, которые были прежде иудеями, христианами, приняли ислам. И с того самого времени, со времени четырех праведных халифов вплоть до нашего времени, множество раввинов, священников, служителей, увидев истину исламы, стали мусульманами. Так Аллах наставил их. А многие люди, как вы, у вас прекрасное имя, маше Аллах, да наставит вас Аллах на истину. Есть ведь множество людей с такими именами, вместо того, чтобы узнавать истину, они затевают споры, возводят ложь. Они поклоняются людям, святым отцам, Иисусу. Хотя мы и любим Иисуса как пророка, но мы не поклоняемся Ему. Никому нельзя поклоняться, кроме одного Бога. Теперь, когда люди знают обо всем этом, у них имеются признаки. Они посмотрели видео, поняли все. Если после этого они не принимают истину, то они сами навлекают на себя наказание. Аллах милостивый, Аллах любящий, Аллах наставляющий. Он открывает двери наставления. Вы не знаете меня, но увидев видео, пришли сюда. Почему? Потому что Аллах вложил это вам в сердце. Когда вы говорите, то это отзывается в душе. Сэм, вы еще не мусульманин? Вам надо стать мусульманином сегодня же. Но давайте. Вы писали, что Иисус является мусульманином. Да, мы верим в это. Но в те дни не было ведь мусульман? Конечно, были. В этом и проблема. Поэтому мы и написали так. Что значит быть мусульманином? Мусульманином, как это приведено в Коране, является Ибрахим, Авраам. Он говорит о том, что мы мусульмане. Он говорит о том, что мы мусульмане. Понятие мусульмане не появилось во время пророка Мухаммада, алей-иссалату вассалям. Те, кто следовали Адаму, те, кто следовали Ною, те, кто следовали Аврааму, те, кто следовали Моисею, те, кто следовали Иисусу, и те, кто последовали за Мухаммадом, да благословит и приветствует Аллах их всех. Те, кто по-настоящему следовали за ними, за их истинным откровением, все они мусульмане. Ну а что произошло с христианством? Истинные последователи Иисуса и Его послания были мусульманами. А потом появились люди, которые отошли от этого. Мы знаем, что был Никейский собор, и там были те, кто внес идею предания божественности Иисусу. А до этого многие христиане не верили, что Иисус был Богом. Они не поклонялись Иисусу, а видели в нем пророка. Есть даже один автор по имени Барт Эрман, у которого имеется лекция, где он говорит о том, что ранние христиане не воспринимали Иисуса как божество. И, кстати, он атеист. Я ведь говорю вам, что поначалу все было в порядке, но потом уже внесли изменения на греческом языке. Позвольте спросить вас. Позвольте спросить вас. Вы слышали о Рождестве? Да, слышал. А где в Библии говорится о Рождестве? Разве Иисус родился 25 декабря? Найдите мне правдивого историка, который скажет такое. Нет, это был языческий праздник. Позвольте мне показать вам доказательства. Вот смотрите. Чуть подвинемся правее. Книга называется «Необычная история обычных вещей». Так вот, в этой книге имеется раздел относительно Рождества. Рождество изначально не являлось частью христианской традиции. Это не книга мусульман. Это National Geographic. Так? Это никак не является частью христианского календаря. И также о 25 декабре никак не упоминается в Библии. Понятно же? Это четвертый век. Представьте, это четвертый век нашей эры. Папа римский Юлий I, который выбрал эту дату как церковный праздник, по большей части в попытке придать религиозный смысл языческому фестивалю Сатурналья. И теперь этот поп и эти христиане, зная, что это языческий праздник, привнесли его. Но они соврали. Они сказали, что Иисус был рожден 25 декабря. Четвертый век. Все эти первые сотни лет никто не праздновал. Истинные последователи Иисуса не праздновали Рождество. Но сегодня Санта-Клаус, деревья и северный олень. Откуда все это? Теперь вы скажите мне, вера в то, что Бог один. Имеет смысл? Абсолютно. Один Творец, который сотворил вас и меня. И все эти создания и неспославшие наставления, потому что любит нас и желает, чтобы мы были на правильном пути. Он неспослал пророков со времен Адама, Иакова, Давида, Соломона. Все эти прекрасные примеры и пророки, неспосланные им, чтобы наставить человечество. Это имеет смысл? Да, конечно. Первым из них был Адам, а последним Мухаммад, мир и благословение. Первым из них был Адам, а последним Мухаммад, мир и благословение им всем. Это имеет смысл? Да. Вы мусульманин? Готовы произнести свидетельство веры? На арабском сперва или на английском? Послушайте, у вас уже имеется эта вера. Так почему же вы не готовы? Послушайте, вы верите, что Бог один? Да. Вы верите, что Мухаммад пророк? Да, он пророк. Это и есть свидетельство веры. Все, вы уже сделали это? Ну, я хочу прийти сюда еще раз на следующей неделе. Приходите, конечно, увидимся еще раз. А где вы живете? Сейчас я живу в Тимикулла, но родом из Лос-Анджелеса. Мы переехали недавно, месяца четыре назад. Хотел бы взять ваш номер телефона, чтобы знать наверняка, что вы будете здесь. Это хорошо. Аллах сделал так, что когда вы пришли, я тоже оказался здесь. Передай мне, пожалуйста, вот ту листовку. Вот здесь имеется адрес нашей мечети. Вы можете прийти в мечеть в любое время. Могу ли я прийти в таком виде? Да, конечно, можете прийти так. Никакой спецодежды не нужно. Оденьтесь, как обычно, не волнуйтесь об этом. Только не приходите, конечно, в бикини или в чем-то подобном. Сэм, вы можете прийти. Я научу вас, как совершать молитву. Отвечу на ваши вопросы. Но если у вас уже имеется такая вера... Я хочу прочитать. Нет-нет, вы, конечно, можете прочитать все. Я отвечу на ваши вопросы без проблем. Но почему вы не произносите свидетельство веры? Я просто хочу прочитать и не хочу обманывать вас. Отлично, но вы уже сказали, что верите в Аллаха. Да, верю. Вы сказали, что верите в пророка Мухаммада. Да, я верю. Это и есть свидетельство веры. Вы же ни в чем не врете. Да, я верю. Я люблю Иисуса и не говорю вам не верить в Него. Но верить как в пророка, так? Послушайте, вы верите, что Иисус рожден от Девы Марии? Да, я верю. Я тоже верю, что Он рожден от Девы Марии. Вы верите, что Он пришел, чтобы наставить людей? Да. Что Он поклонялся одному Богу? Да. И мы верим в то же самое. Никто не хочет, чтобы вы оставили Иисуса. Мы лишь говорим, чтобы вы не поклонялись Ему. Поклоняйтесь тому, кому поклонялся Иисус. Свидетели Йоговы говорят то же самое, но тем не менее, они не на правильном пути. Хорошо, а разве свидетели Йоговы принимают послание пророка Мухаммада? Не думаю. В этом-то и проблемы. А вы уже приняли это и сказали, что верите в это. Да. Хорошо, вы верите, что Иисус Бог? Сложно ответить на этот вопрос. Очень тяжело. Я понимаю, к чему вы. Окей, я понял вас. Позвольте задать вам вопрос. Все, что вы говорите, означает, что Бог отличен от Иисуса. Позвольте, я покажу вам кое-что. Это все в Библии, вот здесь. И был Иисус голоден. Он проголодался. Разве Бог может проголодаться? А, понял. Идем дальше, мы еще не завершили. Гляньте, это в Евангелии от Марка, глава 11, стихи 12 и 13. И видя вдали инжирное дерево с листьями, он пошел посмотреть с надеждой найти плоды на нем. Так? Представьте, что если он был Богом, и он видит дерево с листьями, но при этом он не знает, имеются ли на нем фрукты. Как Бог может не знать, что на дереве есть плоды? Он надеялся найти хоть что-то, но подойдя, он ничего не обнаружил. Он подошел, не найдет ли чего на ней, но подойдя к дереву, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирания инжиры. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. Но вот скажите мне, как Бог может прежде всего проголодаться? И как Бог может посмотреть на дерево с листьями и не знать, есть ли на нем фрукты или нет? И как он мог подойти к дереву и обнаружить, что ошибся, и на нем не было плодов? И после всего этого расстроиться и проклясть дерево? Ты уже мусульманин, брат, но давай же, сделай это. Прямо сейчас, на арабском сперва или на английском, как хотите. Я приду на следующей неделе. Окей, без проблем, но послушайте, не позвольте сатане откладывать это дело. Приходите в мечеть, хорошо, в среду, в субботу, по вечерам у нас бывают уроки, приходите туда. Мы сядем вместе, и вы произнесете свидетельство веры. Хорошо, увидимся на следующей неделе. Примите приятный душ, оставайтесь свежим. Турция. А вы хотели бы здесь жить? Море, горы, еда, культура, наследие. Место встречи прошлого и будущего – там, где начинается мечта. Становитесь обладателем недвижимости в Турции вместе с командой Ansar Life. Мы ответим на ваши вопросы, развеем мифы и сомнения, сопроводим вас на всех этапах от экскурсии по объекту до оформления документов и подключения интернета. Инвестиции в недвижимость, получение гражданства и многое другое доступно прямо сейчас, когда происходит крупнейший в Турции строительный бум, открывающий все новые возможности. Мечта вчера, сегодня реальность. Ansar Life. Мы поможем.